Не менее жестокие и нравы в мире уличных животных. Сообщения об агрессивных стаях собак чуть ли не каждую неделю появляются в информационном пространстве. И это несмотря на то, что в Иркутской области действует программа по отлову бродяжек. В чем ее недостатки и как планируется решать проблему, узнаете из следующего материала. Раз собака, два собака, пересчитать всех бездомных псов при Байкале невозможно. Каждый год с улиц региона официально отлавливают по 8-9 тысяч агрессивных животных. Но порядка и безопасности больше не остановится. Что не так? Ответ сегодня ищут в ЗАГСобрании региона. Первое предположение – нужно больше денег на отлов. Сейчас областной бюджет выделяет по 2,5 тысячи рублей на каждую собаку и кошку. Суммы в пересчете на всех животных мало. Например, Иркутску выделили 3,5 миллиона рублей. Даже меньше, чем на полгода хватает этих средств. Муниципалитет работает по заявкам, сам лично звонил. Я прекрасно знаю, что возле дома собаки оставятся в очередь, в конечном итоге не отлавливаются. Поэтому нормы по количеству животных, нормы по стоимости содержания, их нужно пересчитывать. По расчетам самих отловщиков необходимо минимум 8 тысяч рублей на каждое животное. С такой суммой в региональной службе ветеринарии не согласны. На обсуждение главный государственный ветинспектор региона пришел покусанный. Но это обстоятельство не изменило цифры. В его докладе увеличить финансирование в следующем году планируется лишь на 1100 рублей. В расчете на каждую четвероногую бродяжку. С 1 января 2020 года пересмотрено и будет составлять 3600. Если сегодня у депутатов есть какие-то предложения, давайте у нас еще есть время, мы будем рассматривать. Предложений к рассмотрению множество. Одно из них – ужесточить контроль за отловщиками. Сейчас проследить, сколько собак они забрали с улицы, сколько стерилизовали, кого из них усыпили, практически невозможно. А это повод задуматься, стоит ли отдавать бюджетные деньги тем, кто расходует их непрозрачно. Депутаты предлагают создавать городские приюты и вводить тотальную видеофиксацию работы с бродяжками на всех этапах. Того же требуют изменения в федеральном законе об ответственном обращении с животными. Профессиональные кинологи же советуют еще одно новшество – возвращать на улицы не всех пойманных псов. Мы поняли одно, что выпуск собак в большом количестве – это не нравится населению. Мое предложение именно в аукционах, чтобы в тех заданиях, в контрактах, было именно определенный процент выпуска животных. Я считаю, что не более 30% от общего количества отловленных животных можно было выпускать. Какие из предложений станут региональным законом, станет известно в течение ближайших двух месяцев. А еще через год будет понятно, как новшества повлияют на отношение к животным и безопасность на улицах. Павел Желудев, Влада Рыбакова, Андрей Назаров. Новости по будням.